Иисус есть Альфа и Омега. Альфа – это первая буква греческого алфавита. Омега – последняя буква. Иисус есть начало и конец. У Него есть ключи от ада и смерти, ключи от небес. У Христа есть полная власть над проклятием, которое пришло на человека в Эдемском саду. Смерть, где твое жало? Знаете, когда пчела жалит вас, она не сможет еще раз ужалить вас, потому что она теряет свое жало. Смерть ужалила Христа, но уже не сможет ужалить нас. Он принял на Себя жало смерти, а для нас нет смерти. Что произойдет с нами? Откройте Якова 2 глава. Это не Ветхи, это Новый Завет. 26 стих. Давайте прочитаем вместе. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». «Тело без духа умирает». Куда идет дух? «Выходит из тела и водворяется у Христа». 2 Коринфянам 5 глава 8 стих. Псалом 89. Давайте откроем тоже Псалом. 89. Так здорово быть сегодня в церкви. Новый год грядет. И мы с вами обучились уже не давать всякие разные обещания с Нового года. Итак, Псалом 89, 10 стих. «Дни лет наших 70 лет». Господи, это все, что ли? В 10 стих. «А при большей крепости, при крепости семьи Шибели 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь». Знаете, какой средний возраст был мужчины в 1910 году? 47 лет. Это средний возраст мужчины в Соединенных Штатах в 1910 году. Итак, 80 лет и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Что происходит, когда мы умираем? Практикуйте, помашите крыльями свои. Мы летим. Мы летим. «Дух оставляет тело». Что происходит с телом? Тело хоронится в земле. А где вы? Вас нет в теле. Мы летим к Господу. Мы выходим из тела и водворяемся у Господа. «Аллилуйя! Слава Богу! Мы летим!» «Аллилуйя! Слава Богу! Мы летим!» «Я улечу во славе! Я улечу!» Скажите вашему соседу, «Ты не прав, что ты сказал мне!» «Мы на самом деле улетим!» «Мы на самом деле улетим!» «Господа!» Сегодня утром была короткая проповедь. Вы понимаете, как я могу из короткой проповедь сделать очень длинную. Я хочу вам сказать прямо сейчас, о чем будет наша проповедь. Итак, наша проповедь сегодня «Я могу» или «Я не могу». Эти два предложения. В центре проповеди молитва мы осознаем Бога. Бог говорит нашим сердцам. Бог любит нас. Христос пришел, чтобы мы были рождены свыше. Дух Божий обитает в нас. Мы много говорим о нашем наследии. Мы усыновлены Богом. Недавно мы говорили о значении усыновления. Усыновление в библейском смысле слова не такое, как мы его знаем. В иудейской культуре сын наследует имение от отца. Отец может указать условия наследования. Например, сын может получить наследство, когда ему исполнится 21 год. Он не может получить наследство до тех пор, пока не станет зрелым. Если отец продолжает жить, когда сыну 21 год, он увидит, как его сын получит наследство. Если отец умер, когда его сыну было 15 лет, тогда сын не может наследовать до достижения 21 года. И сын будет находиться под попечением доверенных лиц, ответственных за передачу наследства. Они могут сказать сыну, «У тебя есть наследство, но ты не получишь его до 21 года». Это значение слова усыновления. Когда вам 21 год, вы получаете наследство. Когда вы были рождены свыше, вы получили дух усыновления. Это значит, что Бог обращается к вам, как к зрелому сыну или дочери, у которых есть право получить то, что дает Христос. Христос пришел, чтобы мы наследовали от Бога все духовные благословения на небесах. Мы унаследовали вечную жизнь. Мы можем спросить, «Когда я получил вечную жизнь?» Мы ответим, «Она уже есть у вас. Когда же будет Бог моим отцом? Он уже сейчас ваш отец. Когда же мое наследие попадет мне в руки?» Оно уже в ваших руках. Божье желание, чтобы вы поняли, что у вас есть. Мы здесь, как юристы, открывающие книгу и говорящие о вашем наследстве. В нашем мире происходит так же. Вам звонят и говорят, что ваш дядя умер и оставил вам наследство. Имя вашего дяди – Джим. Вы говорите, «У меня не было никогда дяди Джима». Юрист говорит, «Вы не знали его, но он есть ваш дядя, и он стал очень богатым человеком». Кто хочет, чтобы ему позвонили с таким предложением? Было бы здорово, да? Чтобы какой-то дальний родственник оставил вам наследство. Вы автоматически становитесь богатым человеком. Вы бежите в офис юриста, он открывает вам документ, читает вам о вашем наследстве. Вы говорите, «А когда эта бумага начнет действовать?» Вам отвечают, «Немедленно после смерти дяди». То же самое произошло на кресте. Мы получили наследство и стали богаты в момент смерти Христа на кресте. В тот момент, когда Он пролил свою кровь, ваши грехи были прощены. Более того, вы унаследовали вечную жизнь. Несмотря на то, что мы живем в теле греха и смерти, смерть уже не имеет власти над нами. Мы летим. В нашей жизни на земле мы испытываем на опыте исполнение Святым Духом. Дух Святой обучает нас, кто мы есть. Смерть стучится в дверь. Мы говорим, «Кто там?» Мы смотрим в глазок, там стоит смерть. Это смерть. Дорогая, здесь смерть. Дорогая отвечает за тобой или за мной? Похоже, за тобой. Какой ответ на это? О, смерть! Где твоя жало? Ад! Где твоя победа? Мы проходим дальше, как странники и пришельцы в этом мире. И это другая тема. Иногда я думаю себя очень привязанным, чувствую себя очень привязанным к этому миру. Кто из вас чувствует то же самое? К чему вы привязаны? Моя жена, мои дети, мой дом, мой утренний кофе, малые вещи, большие вещи, мои надежды, мои планы в этой жизни. Я могу быть очень привязан к своим друзьям и к вам. Восхождение на небеса можно описать так. У вас празднование дня рождения. Вдруг останавливается шикарная машина, и водитель говорит, время ехать. Я говорю, я не хочу ехать. Мне говорят, ты поедешь на другое празднование. Там будет еще больше людей, еще большее празднование. Бог будет рядом. Ты будешь в славе и в покое. Ты едешь? Я говорю, я пока не хочу ехать туда. Хочу побыть еще здесь, хочу пожить в этой жизни. Бог говорит, твое время настало. Поехали. Мы едем в другое, замечательное место, приготовленное для нас на небесах. Иоанна 14, с 1 по 3 стих. Эти это простые слова ободрения для нас. Мы не привязаны к этому миру. Мы не держимся за вещи этого мира. У нас есть семьи, дома, работа. Но я не бросил якорь здесь. Я странник. Я прохожу дальше. Иудеи жили в шатрах. Они не строили большие города, как в Египте. Огромные дворцы, пирамиды. Авраам, Исаак и Яков кочевали и жили в шатрах. Когда пришел Христос, Он сказал, «Я пришел исполнить волю пославшего Меня Отца. Я пришел к Отцу. Я пришел от Отца и иду к Нему. Я соберу людей со всей земли, которые станут Моей невестой, и они прославят Моего Отца». Откроем Евангелие от Иоанна 15 главу. Надеюсь, что у вас было замечательное Рождество. Мы движемся к Новому году. И будет собрание, здесь празднование Нового года. в четверг. У нас приготовлена программа для празднования Нового года, и будет проповедь. Пастор Шабели уезжает в Канзас на Новый год. Держите его в молитвах. Мы думаем о грядущем годе. Мы думаем о тех людях, которые будут крещены водным крещением. Мы думаем о трактатах, которые будут раздаты. Мы думаем о том, что некоторые люди полетят через океан, как мы делаем часто. Эти простые предложения «Я могу» или «Я не могу». Гидеон говорит о себе не очень высокие слова, когда ему является Ангел Господень, судьи 6 глава. Ангел Господень говорит ему «Господь с тобой, муж сильный, иди с этой силой твоей и спаси Израиля». Судьи 6, 12, 14, 15 стих. Гидеон сказал ему «Господи, как я спошу Израиля! Вот и племя мое в колене монастином самое бедное, и я в доме отца моего младшей». Ангел Господень сказал «Не говори так о себе». «Я Бог, и я посылаю тебя, ты, я являюсь основанием того, что ты будешь делать, а не ты». Часто мы говорим «Я не могу». Я хочу сказать несколько слов об Эрике. Эрик, пожалуйста, встань. Он пришел в церковь, я люблю его использовать в качестве примера. Он пришел в церковь год или два года назад. Он не помнит. его жизнь была улица. Его друзья, один из его друзей был застрелен на улице. Эрик пришел в церковь, мы поговорили с ним в кафе. Садись, пожалуйста, Эрик. Я не знаю даже, как его фамилия. И я сказал ему тогда, «Не отвечай на звонки от твоих друзей». Эрик, однажды тебя могут также застрелить. Тебе звонят, а ты не бери трубку и не разговаривай с ними. Христос изменил твою жизнь, следуй за Христом. Однажды он делился словом здесь и рассказал свое свидетельство после двух месяцев в церкви. Кто из вас помнит? Он сказал, «Моя жизнь изменилась так сильно, что я просто... Это просто сумасшествие какое-то». Послушайте, я хочу сказать, что Эрик мог бы сказать, «Я не могу», как Гидеон. Вы и я могли бы сказать те же слова. Есть другое предложение, «Я могу». Кто сказал это? Петр. Апостол Петр. Он сказал это предложение Иоанна 13-я глава. «Я смогу следовать за тобой, куда бы ты ни пошел. Я даже готов умереть с тобой». Петр не знал, что он говорит. «Я могу», он говорил. Думаю, в обоих предложениях «Я могу» и «Я не могу» есть большая ошибка. «Вместо того, чтобы говорить так, мы говорим «Бог может». Я могу двигаться в 4-я глава 13-й стих. замечательное местописание 13-й стих 4-я глава. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль». Мы делали так, когда учились в библейском колледже в Мэйне. У меня был друг. У него всегда были бизнес-идеи. Он говорил, «Вот чем мы займемся. Мы срубим елки в лесу, нагрузим ими целый пикап». У меня был пикап. Поедем в Бостон и продадим их. Мы вернемся домой с хорошим барышом в кармане. Тринадцатый стих. Это история тринадцатого стиха. «Теперь завтра или послезавтра мы поедем в город и будем там целый год и будем продавать и получим прибыль». стих тринадцать говорит, что вы не знаете, что будет завтра. Вы, которые не знаете, что случится завтра, 14 стих, ибо что такое жизнь ваша, пара, являющаяся на малое время, а потом исчезающая? Вот что нужно сказать. Возможно, мы как студенты из библейского колледжа сказали так, потому что мы читали Библию. «Если будет угодно Господу, и живы будем, то поедем в Бостон и продадим наши елки. Если угодно будет Господу, мы выручим деньги и вернемся обратно в колледж в Мэйн». «Вы в своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло», 16 стих. «Вместо того, чтобы на вам говорить, если угодно будет Господу и жилу будем, то сделаем и то и другое», 15 стих. Мы все можем тщеславиться с группой, которая говорит, «Я могу». Такая же гордость присутствует в группе «Я не могу». «Я не могу простить», «Я не могу быть миссионером», «Я не могу благовествовать, молиться, идти еще одно поприще, идти в церковь, я не могу верить». Очень много в этом мире «Я могу» и «Я не могу». Знаете, что произошло в Бостоне? Мы приехали в Бостон, расположились рядом с заправкой, заплатив за место. Почему же люди не покупают наши деревья? Что происходит? Итак, короче, мы вернулись в Мэйн, и у нас не было никакого навара, но мы все равно радовались. Ничего не получилось. Я понял, что не всегда получается все то, что мы планируем. Мы вернулись живыми, слава Богу. По дороге моя машина сломалась, мы приехали очень смиренными людьми. Как же это должно работать? Что мы должны делать? О чем я должен думать, когда говорю как Гидеон, я не могу? я должен думать о Боге? Что Бог говорит? Что Бог делает? Я встречал на протяжении многих лет людей, которые говорили, я не могу. Им нужно было изменить это предложение. Мы с вами должны быть сконцентрированными на Боге. В этих предложениях есть большая проблема. Это я. Филиппийцам 4.13 говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Разве Бог не с нами? Разве с Ним не все возможно? Что Бог хочет? Эрик мог бы сказать, я не могу, но Бог помогает ему не брать трубку. Бог изменил его жизнь, он дал ему новую жизнь и Дух Божий. Все не о том, что Эрик может сделать, а о том, что Бог может сделать. Это не обещания перед Новым Годом, которые основаны на мне, но что-то более глубокое, молитва. Молитва это также слушание. Слушание того, что делает Бог и что Он говорит. Он говорит, обучайся, изучай. Я не могу. Ты можешь. Ты можешь слушать. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Ты можешь. Лучше быть пастухом, имея Библию в своих руках, нежели ученым иврита и греческого, которые не послушаются Слову. Лучше быть мужчиной и женщиной, в сердцах которых посажены семена Слова. Господь может обратиться ко мне и сказать, следуй за мной, я отвечаю, я не могу. Господь продолжает, это твой выбор. Бог говорит Иезекиилю, могут ли ожить эти кости? Иезекиил ответил правильно, он сказал нет, он не сказал нет, не могут ожить, но сказал, Господи, Ты знаешь, именно здесь мы должны жить, Господи, Ты знаешь. Я хотел бы, чтобы мы в этом году благовествовали людям, советовали им, были друзьями, людям, которым больно, и они не обеспокоены. Я говорю, Господи, я доверяю Тебе, покажи мне, веди меня, Ты можешь. Однажды в Будапеште мы находились в одном здании в центре, где проходили наши собрания. Было здорово. В Восточной Европе люди больше курят, в Соединенных Штатах. после собрания у дверей мусорное ведро было наполнено окурками от сигарет. И меня это не слишком-то и заботило, с одной стороны. Но однажды вечером я задал вопрос на дискуссии. Там было около 150 человек. Кто из вас, кого из вас Бог освободил от пристрастия к курению табака? Мы насчитали 33 поднятые руки. Я продолжал. Как это произошло? Мы никогда не проповедовали на эту тему. Один за другим говорили, Бог убрал это. Бог освободил нас. Посмотрите на это. Замечательно, правда? Посмотрите на эти предложения. Я могу, я не могу, я могу бросить курить, я не могу бросить курить, я всегда тот же самый, меня не исправишь. Мы говорим, погодите-ка, мы приняли наследство, давайте послушаем, что это за наследство. Давайте послушаем, что говорит юрист Бога, Дух Святой, который обучает нас этой книге. Когда Дух поговорит с вашим сердцем и будет назидать вас, вы станете внимательным к Богу. Вместо боязни вы начнете верить. Гидеон, ты муж сильный, говорит Господь. «Хорошо, Господи, а как это? Я не воин, я не умею обращаться с мечом и копьем, у нас нет лука и стрел. Вы возьмете светильники, накройте их сосудами, окружитесь там мадянитя, вас будет немного, только 300 человек, затем вы затрубите трубами и разобьете ковшины. Люди увидят огни, испугаются, разбегутся от вас. Что? О чем ты говоришь, Господи? Гидеон может сказать, «Я не могу», мог бы сказать Гидеон. Бог продолжает, «Гидеон, я Бог, мои пути не твои пути, мне нужно, чтобы ты доверял мне». Был доступен для меня, следовал за мной. Мои пути совсем другие. У нас вчера была сауна для всей семьи. Нас было где-то 17 человек. У меня было время общения с моими сыновьями и внуками. Мы говорили о том, что мы не можем вычислить саму жизнь. Мир говорит, «Я должен быть план, тебе нужно получить образование, затем работу, страховой полис и так далее». Я сказал, «Не следуйте за страховыми полисами и социальной защищенностью. Следуйте за Богом». Мир скажет, «У меня есть пакет социальной защищенности для тебя. Будьте выше, чем это. Я не следую за этим, но следую за Богом». Вы обнаружите, что Бог с вами в вашей жизни, и ваше путешествие будет уникальным. Это не будет копия чего-то. Это уникальное путешествие, потому что Бог есть Бог разнообразия и индивидуальности. Он ищет наши сердца, и чтобы мы не говорили, «Я могу» или «Я не могу», но «Господи, я доверяю Тебе всем своим разумом». «Я хочу, чтобы твоя воля была в моей жизни». Эрик пример тому. Его жизнь стала уникальной, потому что когда кто-то решает следовать за Богом, Божья рука с этим человеком. У вас появляется другого рода уверенность. Не «Я могу» или «Я не могу», а уверенность в Боге. Я и моя жена купили дом в 1989 году. И в это же время Господь говорил с моим сердцем о миссионерском поле. Мы переехали в дом через пару месяцев. И я сказал, «Лиза, я думаю, что Бог хочет, чтобы мы поехали в Венгрию». Мы уже были на миссионерском поле сразу же после того, как поженились. Мы переехали в Финляндию. Мы видели Божью работу, наслаждались с ней. Пастор Стив был с нами. Пастор Моррисон. Было замечательное время. Мне нравилось быть в Балтиморе и помогать доктору Стивенсу служить в офисе миссий. Но тогда я крепко задумался по поводу миссионерского поля. Господи, можем ли мы поехать еще раз? Сможем ли мы? Я говорил, я не могу. Мне столько нужно сделать здесь. Моим детям 12, 11 и 9. Школа. Мы только что купили дом. Все здорово. С другой стороны, я могу. Я могу принять жесткое решение. Но было что-то еще. Господи, Ты мог бы послать нас? Господи, Ты мог бы послать нас? Когда я поговорил с доктором Стивенсом, он сказал, давай. Моя жена, благочестивая женщина, не говорила длинные разговоры. она просто была со мной. Затем это чувство все более и более возрастало во мне. Нужно ехать. Я был очень счастлив и спокоен. в этом мы поедем. Господи, пошлешь ли нас? Когда Ты пошлешь нас, все получится. Не все в моей семье, не все в моей семье испытывали то же самое, но я был убежден, утвержден. Моя жена замечательная дама Божья. Мы договорились, что я уеду на один год, но тот год был невероятным временем. Господь сделал это. Затем этот год закончился. Я чувствовал, что мой труд здесь еще не закончился, и я должен остаться. Моя жена согласилась, и пастор Стивен сказал, хорошо, я курсировал между Балтимором и Венгрией. Как это происходило? Это не я могу и не я не могу. Это Господи, что Ты делаешь? Что есть Твоя воля? Все возможно с Тобой. Знаете, сколько это продолжалось? 12 лет. Скажи мне обо всем этом в начале моей жизни. Я бы сказал эти два предложения, я могу или я не могу. Итак, я с этим могу справиться, это я могу сделать, а с этим я не могу справиться, потому что этого не могу сделать. спасибо Господи, что Ты никогда не говоришь нам обо всем в начале нашей жизни. Это было бы ужасно. Спасибо Господи, что Ты не говоришь нам дня нашей смерти. Какое было бы это проклятие для нас. Как мы были бы напуганы. Это нехорошее знание. Август 2047 года. Это знание нехорошее. Для не люди думают, что знание всегда хорошо, но это не так. Познание дерева добра и зла проклятие для человеческой расы. Нам не нужно это познание. Нам нужно другое знание, которому мы сегодня обучаемся. Я не хочу знать много о том, что я могу и что я не могу. Я хочу знать много о Боге и о том, что Он делает. Когда Бог говорит «Прощай, делай это, по Его благодати». Когда Он говорит «Ищи Меня, доверься Мне, приди ко Мне и следуй за Мной по вере». Доверьтесь Ему, ищите Его, следуйтесь за Ним. Что Он сделает для вас в грядущем году? Я не знаю, но я знаю, как подходить к этому. Я знаю, как успокоиться и слушать. доверять. Я знаю, как ходить в церковь и находиться вместе с вами. Я знаю, как слушать проповеди. Это стиль моей жизни. Когда я приобретаю Божий ум, я становлюсь внимательным к Богу. Я не знаю, что Бог хочет от вас и от меня до конца нашей жизни, но я знаю, что Бог должен быть в центре всякого решения всякой мысли. Бросьте от себя эти предложения. Я могу или я не могу. Приобретайте знания о Боге и будьте поклоняющимися верующими. Будьте слушателями слова, будьте людьми молитвы. Господи, что ты делаешь? Не пугайтесь Бога, Он очень близко к вам. Мне не нравится религия, но я люблю Бога. Меня не заботит форма, но мне нравится содержание. Мне нравится, когда Бог входит в жизнь человека, как Он вошел в жизнь Эрика и многих других людей среди нас. Следуй за Ним, слушайте Его, доверьтесь Ему, Бог позаботится о вас. Меня никогда не разочаровывала история о нашем бизнес-проекте с елками. Меня это мало заботит, успех это не основное. А вот служение, вера, Бог, поклонение, возможно, это была Божья воля, чтобы мы просто раздали елки людям, проходящим по улице, чтобы мы вернулись в Мэйн с пустыми карманами, но с радостью от приключения. Жизнь продолжается. Когда вы встречаете неудачи с Богом, они не огорчают вас. Наше ожидание – Бог. мы обучаемся в сложные времена, во время наших падений. Мы можем задать вопрос апостолу Петру. «Петер, ты сказал, я смогу, но отрекся от него три раза». Петер ответил бы, «Да, мне нужен был этот урок, мне нужно было обучиться, доверять Богу. Я обучился не гордиться тем, что я могу сделать, но слушать то, что Бог говорит. Я научился следовать за Богом. Вместе все могу в моем Боге». Гидеон, ты сказал, «Я не могу, но Бог использовал тебя». Гидеон ответил бы, «Я тоже обучился уроку». Аминь. Наша проповедь на сегодня. Помолитесь со мной. Господи, поговори с нашими сердцами через это слово. Иоанна 15,5 «Я есть млоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Все происходит через тебя. Все происходит. Многое происходит через молитву. Я думаю, что вместо дискуссии мы сегодня пойдем в центр города и будем смотреть на Балтимор, молиться, ободрять друг друга и просить Бога, чтобы Он совершил Свои вещи. Мы соберемся здесь в канун Нового Года и будем встречать Новый Год на коленях. Мир может праздновать Новый Год, давать обеты «Я могу или не могу на Новый Год». А мы говорим, что Ты, Господи, Альфа и Омега, мы очень взволнованы в отношении нашего наследства и в отношении того, что Ты говоришь и делаешь. Если бы Ты был нашим приоритетом в этом году, то этот год прославит Тебя и продвинет Царство. Ты будешь действовать, потому что Ты живой Бог. может быть, в вашей жизни никогда не было Христа. Он не может войти в вашу жизнь, если вы не примете Его. Вы можете сказать, что верите в Бога всю вашу жизнь, да, но вы должны полностью осознать свою нужду в спасении и прощении ваших грехов через Иисуса Христа и чтобы Бог стал вашим Отцом. Придите по вере. Будьте оправданы по вере в Иисуса Христа. Вы должны раскаяться в своих грехах. Я не хочу больше жить во грехе. Помоги мне, Господи. Вам не нужно говорить, я могу или я не могу, потому что Бог позаботится обо мне. Он говорит, я есть. Не отвечайте на телефонные звонки, как Эрик. Бог позаботится обо мне. Я буду следовать Бог будет моим высшим приоритетом. Я хочу исполнять Его волю и видеть руку Божью в моей жизни. Обратитесь к Христу в молитве и скажите Господь Иисус, я верю в Тебя, спаси меня. Аминь.